всем привет народ с вами оракул вечности я решил начать новую рубрику рубрику о секретах фишках возможно багах и возможно читах ну нет читами это точно не назвать скорее багами что-то из этого применяет законно а что-то нет но я все равно это покажу чтобы вы знали как избежать столкновения с подобными противниками которые хотят вас обмануть на глобальной карте используя фракции с большой компании на глобальной карты итак первое что я хочу показать это непроницаемые щиты да кстати я заметьте нашел новую музыку надеюсь она не будет запрещена там авторским правом каким-нибудь посмотрим это начинаем бой здесь и мурамы отряда лично кстати забывая постоянно отключить зиму постоянно играю при зимних условиях здесь мы отрядами добежим отряды соперника тоже ускоренном марш не ступает на нас и что мы здесь сейчас сделаем что такое непроницаемые щиты я считаю что в данной игре это баг потому что он остался хоть его и пытались нерфить понерфили абсолютно все другие укрепления такие подобные у отрядов понерфили фалангу понерфили стену щитов но вот непроницаемые щиты так и не понерфили дело в том что когда отряд вступил в бой уже сражается если нажать им непроницаемые щиты момент боя то они остаются в точно таком же положении в котором сражались только их возможности возможности защиты значительно увеличиваются как вы видите возможности защиты отряда 122 122 защита в ближнем бою но это же просто безумие народ вот такое выдержит точнее что они выдержат и вы представляете насколько долго они могут сражаться с противником таким способом такими темпами вообще вон мечники понтийские мечники уже проигрывают отрядом стены копий как немножко проигрывать против двух отрядов здесь отряд напал все подрубаем им тоже подрубаем этим ребят давайте ускорим это все тело и посмотрим то есть с момента столкновения примерно прошла минута и и вот и не все здесь дерутся можем подрубить им коней мечники понтийские пытаются выбежать отряд мы можем распустить снова повести в сторону понтийских мечников снова произойдет столкновение снова включить стену щитов в общем бой уже идет минута три-четыре за это время конница могла успеть все окружуете успеть могли бы успеть всех разбить вокруг и это просто понтийские мечники на отряд не особо сильный но тем не менее это мечники и они довольно долго будут очень долго будут сражаться со стеной копий это конечно еще такой отряд взял у которого такое сильное увеличение это пример обычных тех же копейщиков вот он один 104 все равно это очень мощный и данная вещь присутствует только непроницаемых щитов ни у каких больше других 75 48 пожалуйста отряд будет побеждать стоят они огромной защиты в таком положении вот здесь победили потому что атаковали отряд в ближайшем нашим совету без разницы показать что хотел показать именно вам я показал данную вещь вы можете применять теперь и битвах и бы копейщики довольно слабая эта вещь усиливать копейщиков усиливают позор следующее что я вам хочу показать это довольно банальная вещь но как оказалось некоторые игроки такого не знаю то есть допустим мы набрали отряд набрали отряд германцев набрали воинов и мы хотим запомнить этот состав или загрузить его в следующей битве то есть мы просто нажимаем сохранить настройки сохраняем под любой цифрой и загружаем этот отряд потом уже загрузить настройки в следующей какой-либо битве имейте ввиду если здесь денег допустим 11700 и у вас отряды сохранены по 11680 11700 меньше чем 11700 или 11700 они у вас будут но если вдруг казна стоит нормальная то вы не сможете загрузить состав дороже этой казны так народ следующий этап что делать нельзя что противопоказано абсолютно в любой битве независимо за кого вы играете за про точнее бы независимо против кого вы играете против патта против искусственного интеллекта и лишь против человека особенно такое не стоит применять в игре против человека и так вот наши отряды сошлись наши отряды сражаются до 155 157 ни в коем случае нельзя перестраивать их в стену щитов момент борьбы именно момент войны здесь потому что они начинают проседать когда они перестраиваются в этот момент они почти не дерутся и могут понести более большие потери это здесь у нас уже просто слабый отряд во-вторых нельзя убегать то есть если мы будем пытаться убежать нашим отрядом конечно здесь не догоняет никто но много раз могли подобное видеть моих сетевых битвах то есть вот пытаются мои допустим убежать и противник догоняет вот я сметину как раз точно хотел я пытаюсь убежать но фантийские мечники все равно будут догонять этот отряд смотрите будут догонять они его постоянно до того и они его в конце концов догонят и будут добивать всех наших спину смотрите как быстро у уничтожается просто наш отряд они пытаются дать отпор но они все проигрывают их просто быстро всех вырезают никогда не убегаете отряд тем более они его поймают и останавливают следующее если уж вы решили сделать у вас было меньше потерь чтобы у вас было меньше потерь но потом перестроить отряд фалангу гоплитов или в стену щитов нападите сначала просто обычно чтобы принять пиломаны щиты а только потом уже включите фалангу гоплитов тогда они просто подвинуться вперед и будут сражаться в таком построении и в таком построении возможно даже победят 47 142 да все тиски мечники проиграл ну разумеется отряд за 620 отряд за 710 кстати гоплиты в торг сах я считаю они лучше чем мечники в торг сах вот они убегают я также мог их начать догонять на этом все думаю я сказал вам что делать нельзя не следует кстати очень мало видите как фаланг гоплитов так и стена щитов слабо увеличивают защиту в отличие от тех же самых непроницаемых щитов да кстати друзья еще нельзя нанимать вот эту конницу посмотрит мои видеоролики наверное сейчас психонерва не скажет что я достал еще что я хочу вам показать это скорее форму возьмем например обычных крейских лучников с уроном снарядом 40 и урон сквозь броню 4 если мы наведем мы увидим урон сквозь броню и возьмем спутариев копейщиков или дюзитанскую знать если мы наведем на их броню то увидим что у спутариев уровень щита 35 базовое значение 25 а у нашего знатного отряда уровень щита 5 и базовое значение 40 что это значит базовое значение брони это снимаемая броня броня которую срубают грубо говоря с нас воины противника мечами копьими или стрелами в бою а уровень щита всегда остается один и тот же то есть щит нас всегда защищает на то количество брони которые пишутся уровне щита которые пишут про нет и так дальше идет по формуле допустим критские лучники стреляют урон снарядом 40 сквозь доспехи 4 если они попадают по сквозь броню им допустим попадают по щиту да простите забыл сказать то есть вообще делится урон на промах на частичное попадание полное попадание если лучше промахивается ли воин по вам ударяет промахивается то урон и разумеется не наносятся если происходит частичное попадание это идет попадание по щиту то есть при попадании по щиту идет урон примерно сколько ну вот урон 40 у них броня уровень щита 35 сквозь броню идет урон 5 допустим пять раз этому воину попали по щиту именно по щиту таким образом у него сняли уничтожили всего лишь его все базовое значение брони дальше чтобы если ему также попадают стрелы по щиту чтобы его убить ему нужно попасть по щиту 11 раз чтобы снять все его оставшееся здоровье то есть базовое значение брони оно приравнивается к здоровью практически но все же допустим если урон снарядом был бы у нас сколько броня вся 60 и урон снарядом был бы базовый 60 как условно кстати бивни а урон сквозь броню 30 то получается что попадание по щиту делает урон по здоровью 30 поэтому слоны так быстро всех и топчет поэтому при натиске урон проходит такой огромный что сразу же убивают некоторых вот и возьмем лузитанскую знать броня 45 то есть чтобы ее убить ее убить гораздо проще нам сколько мы посчитали выстрелов щиту скутарьев копейщиков у нас должно быть чтобы полностью их убить 11 16 16 выстрелов щит у нашей лузитанской знати выстрелов щит будет гораздо меньше то есть попадает стрела во первых она снимает щит защищает 40 минус 5 и базовое значение минус 35 у нас остается базовое значение 5 и здоровье 65 получается остается им еще два выстрела три выстрела по щиту и наш лузитанский знатник просто погибает то же самое касается и любого другого оружия независимо это лук враща с уроном сквозь броню или же обычный меч или копье то есть идет урон сквозь броню и идет урон по броне базовое значение еще раз это не снимаемые о это снимаемая броня броня которые с нас срубают в бою и уровень щита броня которая остается вечно поэтому это очень важная характеристика если вы желаете выбрать какой-то отряд поэтому лузитанская знать в бою будет против других отрядов куда менее эффективно чем те же самые ревакски знатные воины у которых броня 75 и уровень щита 35 кстати я не знаю точно кто победит в бою 56 75 показатели а у лузитанов сейчас 64 75 77 стать это можно будет потом проверить кто победит в бою так же как именно действует натиск у нас есть бонус натиски вот он 32 это бонус который прибавляется и к ближнему бою и к урону оружием то есть натиск 32 64 плюс 32 будет 96 96 ближний бой во время натиска длится он 10 15 секунд и урон оружием получается у нас будет 68 представьте 68 урон оружием по юниту если пройдет из-за высокого ближнего боя ближний бой это наш шанс попасть по противнику мы чаще попадаем по врагу то есть при натиске 68 урона сразу идет по врагу поэтому большинство юнитов здоровье 55 60 сразу же умирают единственное что последователи обидомака всякие вот те остаются живы потому что у них здоровье 80 и так же у берсерков здоровье 80 следующая следующая у нас это обилка отряда мастера отражать натиск например и вирийские гоплиты все мы знаем они немного слабее по защите чем обычные гоплиты в стене щитов даже на 10 единиц получается однако хоть у них и выше броня но еще у них есть как раз эта самая билка мастера отражать натиск отряды направлены друг на друга мы взяли отряды с маленькой броней но с высоким натиском бонус натиски 36 и смотрите как что сейчас сложится отражение натиска ребята работает даже если отряды они могут стоять то они могут и атаковать соперника хотя нет по ум если стоят на эти отражения натиска не очень работает но лучше работает если наши отряды атакуют отряды противника и так начало боя что у нас здесь 153 потери у них 136 отряд многих воинов уже проигрывает от не только что осуществили натиск все наши три отряда гоплитов начинает выигрывать дальнейшем конечно может быть им придется ужин и так у нас тут 144 потери 143 146 и 132 здесь же все наоборот 154 многих воинов 156 многих воинов 158 многих воинов то есть натиск обычные гоплиты не отразили более того они еще и проигрывают все а эти наши друзья до сих пор выигрывают вот такая вот интересная вещь в затяжном бою до отряда уже могут проиграть но так как себя ноги и воины истощили они все уже очень уставшие скоро будут истощенные наши гоплиты пока что одерживают верх тем более вон убежали сейчас они сделают еще один натиск осуществят вот так вот хвать по этим еще хвать отражаем все натиски соперника деремся деремся давайте я верю в этот отряд он выстоит прям интересно выстоит или нет кстати эти гоплиты они тоже должны выставить уже потому что воины истощены их но суть все равно обычные игроки в сетевых битвах не включают никогда поняли то есть не истощают отряда вот так сразу поэтому результаты будут совершенно другие также парни хочу обратить ваше внимание на то что в паланге гоплитов гоплиты отражают натиск гораздо лучше чем без нее сейчас вы в этом убедитесь начинаются штурмы вот отсюда начнем схождение несмотря на то что наши отряды окружают 150 146 145 142 150 то есть наши отряды во первых более стойкие побеждают здесь проигрывают хоть и отражают натиск ведь натиск присутствует и у нагих воинов как вообще это действует давайте я вам объясню вот у наших гоплит вонус натиски 20 когда их атакуют ноги и воины их натиск вот 56 никуда не пропадается никуда не пропадает он просто переходит также еще к нашим гоплит у них на риск 56 получается а у наших на риск 20 плюс 56 натиск 76 то есть 76 плюс в ближнем бою и 76 в начале плюс урону оружия ну и разумеется показатели в бою она не зеленая эти уже желтые вы видите после этой из-за просто более высокой защиты также добавлю что натиск отражение натиска работает как и против пехоты так и против подняться против более бронированных отряда соперника вы можете не заметить как ваши бойцы отражают натиск но не бойтесь они всегда его отражают это обилка и способность никуда не девается возможно противника просто спасает броня которым конечно наши гоплиты способны отражать натиск снимают и добавлю что в лесу идет замедление 30 процентов а в реке идет замедление 35 процентов то есть замедлено на 30 35 процентов скорость и следовательно уменьшается с этого натиск ну а в лесу ваша отряда получает еще дополнительную защиту от стрел и пострелы летят и впадают в деревья поэтому можно использовать лес вставая на опушку ведя потопную оборону а если перед лесом еще и река то вообще замечательно пока противник до вас добежит его его расстреляется хотя я обычно использую реку без лучников просто чтобы замедлить натиск соперника каких-нибудь боев нападающих на рим да я беру какой-нибудь рим против антипика своего же против боев боя являются антипиком рима или сила является антипиком рима чтобы пощекотать самому себе нервы также еще есть такая интересная вещь например если противник берет против вас галатью которые идут есть галатские легионеры за 800 ближний бой 40 защита в ближнем бою 65 ну а выберите рим и галатия по сути немного является антипиком рима в зависимости от составов за рим вы можете взять принцип и дать им всего лишь одну лычку стоимость их будет в таком случае 760 монет но показатели ближнего боя на 10 выше и защиты на 10 ниже этого хватает чтобы принципы могли перебить галатских легионеров то есть всего дать одну лычку это можно использовать эту лычку и против солдат силы и против солдат боев против любых также можно это использовать против уши против их воинами с шаттел против их воинов с шаттелами которые стоят сколько они там 800 860 вообще то есть принципов даже два раза можно прокачать в таком случае ну и последнее это очень так сказать часто бывает мерзкая вещь показываю я вам ее для того чтобы вы понимали когда противник пытается вас надуть ибо если противник вот так вот взял вы увидели иконку какого нибудь я не знаю пусть это будет он тянут маркоманы да иконку маркоманов то есть фракции из другой компании увидели а потом у него резко становится допустим иконка рим или армения обычная это повод задуматься и выкинуть его либо из компании вообще либо нарушить его глич сейчас я вам объясню что такое глич глич это когда мы загружаем допустим какую-то фракцию допустим как это делают противные ребята пусть это будет гальский рим где-то у меня тут был 1-2-3 гальский рим вот оно вот и мы хотим загрузить вот этих вот когорту воина с длинными мечами воина из новой эры знаете 16 который в принципе больше похоже на регионеров ветеранов даже не знаю посмотрим регионеры ветераны да абсолютно регионеры ветераны даже лучше потому что стоит 910 а бонус против пехоты идет в урон оружием только урон оружием становится 40 хотя да здесь урон оружием это не 40 а 35 ну и вот допустим они берут этот рим нажимают на вот этого воина нажимается загрузка выбирается фракция может даже сперва раз не получится нужно быть делаем чтоб удобно было выбирается фракция допустим пусть это будет обычный рим где у нас обычно вот генерал рим происходит после этого нажатие enter и и резко выбирается отряд не получилось у меня сейчас замедлился я ладно давайте лучше сделаю по своей методике рассветрим хочу нагречить я ну вот их видно здесь даже это легче гораздо вот и будем клический вид в спарту нажимаем нажимаем на принцип и вот пожалуйста наши принципы узкие видов спарте чтобы это отменить изменить у противнику соперника вот допустим на гличу да вы не видите что он здесь сделает вы просто берете и меняете компанию на императора августа на месте всех а потом обратно меняется на большую компанию и весь глич соперника должен после этого пропасть то есть происходит сброс также когда соперник берет загружает фракцию которую вы не хотите видеть допустим фракцию из новой компании фракцию из расцвета какую-нибудь допустим кто то есть из рассвета ну вот тигр скирифт также попробуем опять и вы не хотите играть естественно против имбалансных колесниц из ангальского рима из расколотой империи то вы просто делаете император август и снова большую компанию и все сбрасывается возвращается на арте и применять такую штуку применять такую вещь зачем я все это вообще показываю если вы одно дело ладно применяете наемников то есть здесь наемники с топорами и кельские наемники воины брать за фракции свои каких-либо наемников ладно это еще куда не шло законно но если вы берете допустим за галатию каких-нибудь гиганеров ветеранов то это уже не одобряется лучше так не делать хотя если вы выбираете риме и воюете с англичанами и у вас оказываются какие-нибудь другие наемники или какие-нибудь другие отряды вообще любую других фракции говорите просто что у вас предзаказ у вас время союзных войнах позволяют нанимать абсолютно всех как и наемников других фракций так и обычных надеюсь вы меня поняли с англичанами с англичанами пожестче старайтесь играть честно на этом все пока что ребят я заканчиваю этот ролик о секретах если я найду что-нибудь еще или вспомню что-нибудь еще я вам обязательно покажу и расскажу я надеюсь вы не будете пользоваться кличами в корыстных целях а то помните я всегда нахожусь в сетевых битвах и я слежу за я накажу вас за это если только вы не англичане англичан будем наказывать вместе за то что они там все дружат против нас на этом в принципе все парни до следующего видеоролика итак народ я дополняю свои данные которые я тогда и не рассказал вам некоторые некоторые недавно узнал в шоке был просто от этих данных экспериментов своих то есть во первых те данные которые я не сказал я рассказал вообще тогда еще про неприцаемые щиты сохранение загрузки делать нельзя уроны броню механику тех вот во первых то есть я забыл сказать про лес то что лес он замедляет отряд противника потому что не забыл но повторюсь что лес во первых замедляет отряда противник уменьшая их натиск то же самое делает эрика но а лесов лес еще и защищает вас под снарядов и стрел то есть снаряды камни всякие проще и стрелы попадают в стволы деревьев то есть ну это принципе очевидно вот так же я забыл сказать про огненный и свищащий выстрел также отравленный выстрел но это очень такие интересные снаряды давайте так сделаем создадим возьмем германцы сейчас принципе вы очень часто я думаю наблюдали в моих боях это в обычных вот так же следующий будет хочу выпустить очень красивый те же самые кембрийские лучницы вот у них есть свистящий огненный выстрел свистящий выстрел понижает броню один свистящий выстрел понижает его не броню а боевой дух на 8 и при этом по моему он снижает атаку ближний поют именно 12 то ли на 10 то ли на 14 такое в общем довольно сильно и огненный выстрел понижать боевый дух действие минус 18 сами вражая вот это внушают страх вот это вот проклятие проклятие минус 10 внушают страх еще минус 10 или минус 5 то есть как бы у них у соперника просто не остается они бегут я потом сейчас скоро выпущу бой битву где я вам это покажу вот так что еще да и просто вещь которую я не знал которую мне парень сказал что общался с модерами и эти модера рассказали об интересные очень штуки про щиты фракции то есть свепские щиты германцы как раз то есть вот такой вот они рамбической формы римские щиты и греческие и киркетские да в чем суть оказывается то есть зависимость идет не только от скрытого параметра точности скрытый параметр точности у всех тер еще есть навык у отряда то есть определенный процент заблокировать щитом летящий снаряд то есть стрелу или камень и у свебов этот навык так как у них низкая броня и щит и рамбической формы у свебов этот навык выше всего то есть 60 процентов свет заблокировать щит раз заблокировать щитом попадающий в них снаряд я испытывал прачников свебов за 260 эти германские прачники на голову превосходят прачников арберной прачников и ценов хотя и ценские прачники вот они давайте найдем их цены и ценские прачники стоят 380 и урон у них почти в два раза дороже и урон у них в полтора ладно и урон у них 23 снарядом но сквозь броню при этом 6 а у этих ребят вот урон с района 20 сквозь броню всего лишь 4 но эти ребята их перестреливаю просто нагло превосходит касательно прачников других вообще ариваки и другие варвары арберной бою то есть эти ходить этим они не оставляют шанса вообще вот этим прачник это просто нулину их разбивает на 25 да у этих эти броня 30 но они их разбивают просто в ноль своими снарядами вот это прям очень жестко то есть у свебов щиты защищают на 60 процентов там заблокировки летящего снаряда у римлян такой шанс 50 процентов у скутеров у их щитов а вот следовательно как у римлян так и у ребят мыси силов то есть их вот эти вот легионеры легионер пустынь у варваров у варварских щитов бояр верные там ариваки прочее любой кельский варварский народ них шанс 40 процентов и в середине на более менее находится греки у греков капло нас защищают на 45 процентов вот они допустим те же самые греки на 45 процентов защита от снарядов и стрел шанс заблокировать стрелу при этом карфаген я не знаю полку ницах освещенных вот этих отрядов подозреваю то же самое что и греки потому что щиты такие же похожи ну тареи касательно перстают имеющие кирите это все варвар италийцы круглый щит скорее всего относится грекам здесь вот этих это лицах так вот мне кажется относится больше критику щитут вот потому что больше похож на скуту то есть вот такой вот скрытый реально параметры и по испытаниям именно перестрелки двух прачников это вот эти вот двух прачников это было прям выявлено то есть я не знал я никогда не думал что прачники именно вот вы испытать любом битве германские прачники они перестреливают прачников и ценах за 380 это это новость для меня была то есть я обнаружил скрытый параметр и вот теперь я им делюсь с вами добавляя в это видео все сейчас начну выпускать шоссе все это распространять давайте парни до встречи